Губернаторы должны будут вести антикоррупционный контроль за главами муниципальных образований. Законопроект об этом уже в Госдуме. Насколько это будет эффективно, обсудим сегодня с политологом Виктором Козадоем. Виктор Иванович, у нас есть уже органы в стране, которые призваны следить как раз за тем, чтобы чиновники не брали взятки, не только чиновники, но и госслужащие. Зачем еще нужна вот эта мера? В чем ее смысл? И будет ли эффект какой-то от нее? На самом деле тут одно другому-то не противоречит. На самом деле есть форма юридического контроля, правового, это суд, прокуратура, правоохранительные органы, ФСБ. Это люди, которые влечены законом и имеют определенные полномочия. Что касается административного контроля, это ситуация и раньше была. Сейчас, наверное, какая-то просто другая форма, реорганизация. А на самом деле главная задача административного воздействия, это в тех нормативных актах, которые есть, исключить коррупциогенную составляющую. Чтобы нормативные акты вставлялись таким образом, чтобы как можно дальше не было самой возможности заниматься коррупцией. Третья форма, это, конечно, общественный контроль, где люди, не обладающие какими-то законными полномочиями, тем не менее, с точки зрения справедливости, несправедливости, правильности, неправильности, уважения, уважения, как бы, среди тоже очень важный момент, когда, тем более в наше время, чиновник там на машине проехал, он там припровоковался, его там зафотографировали сразу в интернет. Или вот буквально на днях видим, когда служебная машина с служебными номерами развозит детей, видимо, этого чиновника в этом отношении, что тоже является нарушением, как бы, использованием, и общественники фотографируют, показывают. Это тоже довольно эффективно, на мой взгляд, форма воздействия, пресечения вот этих безобразий, которые есть. Поэтому, вот, три направления назвал, они все три разные, у каждого, так скажем, свои направления, деятельность, свои полномочия, и одно другого не исключает. Главное, что там нету подмены одной другим. И сколько бы этих мер не предпринималось, тем не менее, уровень коррупции в России, он по-прежнему достаточно высок. Ну, знаете, я могу вам сказать, например, вот, на мой взгляд, это тут два момента таких есть, что такое явление есть, это глупо отрицать, он действительно есть. А с другой стороны, все равно есть очень большое преувеличение в этом отношении. Если мы, например, возьмем, ну, какую-нибудь там, не знаю, мэрию или там, областную администрацию, там тысячи сотрудников. Вот, доступ, лиц, которые могут как-то повлиять и заниматься вот какими-то там такими безобразиями, их не так много на самом деле. Крупцогенных должностей там, ну, 15, 20, максимум 30, как бы, в этом отношении. Все остальные, ну, разве что, скрипки домой нести, может, не более того, как бы, такие мелкие средние служащие, которых действительно у доступа нет. Не секрет, что у нас во многих российских регионах существует достаточно такое сильное противостояние между мэром, да, областного центра и губернатором. Вот, звучат опасения в связи вот с новыми правилами, да, что губернаторы получат в свои руки, ну, некий рычаг влияния на городоначальников. Так ли это, на ваш взгляд? И существует ли опасность вот некого обострения, да, вот этого? Да, вы знаете, вот нынешняя ситуация, она уже настолько, как бы, там уже дальше-то усиливать-то и нечего. Даже в нынешней ситуации любой губернатор, в принципе, может через бюджетные отношения, через финансы, через возможные ресурсы, оказывать очень серьезное влияние на любого там главу района, администрации, либо города. Это, как бы, не вопрос в этом заключается. Вот 131-й закон, который был принят там в начале 2000-х годов, он во многом решил эту проблему, когда разделил полномочия областных организаций, региональных органов власти и муниципалитета. То, что 131-й закон, он уже об основах местного управления во многом устарел, да, это безусловно. То, что там изначально были заложены не очень хорошие такие нормы, это тоже, как бы, не вопрос. То есть неспроста в него постоянно вносят какие-то дополнения и изменения. Ну, чем больше будут разнесены вот эти полномочия, что отвечать, тем меньше будет, как бы, влияние. Ну, проблема-то в чем? Что такое самоуправление местного, о чем вы говорите? Это исполнение местных полномочий под свою ответственность. А если нету бюджета, нету там ресурсов, ну, чего исполнять-то? Вот у нас в области 450 муниципалитетов, включая районные, поселковые. Денег даже на зарплату не хватает, там, чиновник. Ну, о каком самоуправлении реально можно говорить? Это, конечно, иллюзия все. И тут, а если ты приходишь к кому-то, просишь деньги, тебе дают, численно попадаешь в зависимость. Какая ситуация. Тут и закона дополнительного не надо, и так все понятно будет. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был политолог Виктор Козадой. Мы говорили о том, что губернаторам предлагают вести антикоррупционный контроль за главами муниципальных образований. О том, насколько эффективна будет такая мера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова